Добрый тур коллеги, рад всех приветствовать. Меня зовут Марченко Юлий. Традиционно мы с вами начинаем утренний брифинг. Сегодня 27 числа и наша статистика пока за эту неделю не сдвинулась ни на йоту. Есть сделки, многие это отмечали, мы о них сегодня поговорим, но они не закрыты, поэтому результата пока в понеделе никакого нет. Всех приветствую, кто смотрит в режиме реального времени. Всем спасибо, кто ставит лайки, а также пишет комментарии к этому видео. Ну и поехали. Сегодня мы с вами поговорим про рыночный сантимент, про кластера, а также мы с вами обсудим очень интересный момент. Даже не обсудим, я расскажу очень интересный факт, который возможно вам будет интересен, но во всяком случае вы должны о нем знать. Ну и напоминаю, что сегодня среда, сегодня работаем по расписанию среды, быстренько смотрим, что у нас по евре. Поехали. Европейская валюта, ну значит мы с вами о чем говорили? Говорили о том, что в принципе есть определенная поддержка, которая должна сделать свое дело. Есть определенные сделки, откуда мы работаем, однако, честно говоря, есть сомнения касаемо тех идей, которые мы реализуем. Итак, посмотрите внимательно, как выглядят объемчики на бирже СМИ. Мы видим с вами, что достаточно самый большой, самый максимальный объем все-таки мы прошли. Это в какой-то степени говорит о слабости участников рынка о покупках, да, то есть движение вверх для нас остается с вами под вопросом. Я бы не сказал, что сломана структура, я бы не сказал, что надо валить с этого рынка, что все, что вверх там не пойдем. Нет, вероятно, с похода вверх все еще сохраняется. Мы с вами видим, что в принципе пока мы выше вот этого баланса, да, говорить, выше этот, вернее, баланса, говорить о какой-то смене тенденции как минимум пока не приходится. Однако, на бирже СМИ мы с вами видим, что основной контракт у нас наторгован примерно в этом диапазоне. То есть мы сейчас с вами находимся в серединке этого основного контракта, ну, даже, скажем так, в верхней его части. Движение вверх как бы приоритетное, как я уже ранее сказал. Однако, я обратился к бирже СМИ, вернее, к сайту бирже СМИ и обнаружил некоторый факт, да, казалось бы, вот флэт до флэт, значит, что-то заряжается. А нет, на самом деле, нифига не заряжается. Это данные за 25 число. У нас нет пока возможности посмотреть данные за 26 число, потому что биржа их еще не выпустила к моменту публикации, к моменту записи моего брифинга. Однако, обращаю ваше внимание на некоторые вещи, а именно на дикое падение объемов торгов вообще в целом сразу же после экспирации. Это раз. И, во-вторых, на изменение открытого интереса. То есть, по состоянию на понедельник открытый интерес изменился настолько незначительно, что говорить о том, что в этом накоплении происходит какая-то закладка какой-то там чудовищной силы, которая вот-вот стрельнет вверх или вниз, честно говоря, мне кажется, ну, это неправильно. Неправильно. Объемов нету. Открытого интереса сильно не прирастает, о чем говорит объективные вещи от биржи семьи. Поэтому мы с вами можем делать выводы, что движение, да, возможно, и на низколиквидном, и на тонком рынке движения есть. Мы их с вами видели. Однако, не стоит говорить о том, что все сейчас полетим вверх, либо полетим вниз. Нет. Что же предпринять по итогу? Ну, приступать к покупкам, я думаю, что теперь целесообразнее будет, если мы все-таки дадим инициативу вверх из всего того объема, что я вам ранее указал. То есть, цена должна оказаться выше, чем 1.1720. Это бы по-хорошему. А те люди, которые зашли, можно сказать, вместе со мной в ланги, да, по евре, во-первых, я, честно говоря, сам разгружаюсь наполовину, то есть, половину сделок закрываю с нулем для того, чтобы разгрузить возможный минус, вот, но не сбрасываю позиции полностью. Так сказать, можно будет расслабиться, если мы с вами пройдем вот этот баланс, который даванул цену вниз в свое время. То есть, если мы окажемся выше, чем 1.1685, то тогда можно говорить о том, что все-таки покупатели в теме, можно говорить о том, что, ну, в общем-то, движение вниз уже стало менее очевидным и так далее, ну, менее вероятным и так далее, и так далее. То есть, в основном, приходится, конечно же, наблюдать. Фунт-доллар картина примерно точно такая же. Ну, в отличие от евро, да, здесь в момент падения, который вчера устраивались на фунте, да, есть признаки того, что инструмент удерживает. То есть, об этом говорит нам с вами вот такая вот интересная дельта, которая говорит о сначала преимуществе ордеров типа Market Sell, а потом инициирующий заявок типа Market Buy. Выкупали инструмент, либо фиксировали какой-то профит, мы с вами этого не знаем и не узнаем. Обращаю ваше внимание на то, что сегодня выступление главы банка Англии Марк Карни, но я не думаю, что оно будет какое-то там фундаментальное. Все, что он хотел сказать, он уже сказал. Все, что они хотели проголосовать, они уже проголосовали. В основном ждем и наблюдаем. На фунту, так же, как и на евро, ну, здесь картинка следующая. Да, весь объем наторгован у нас примерно здесь. И сейчас мы двигаемся от него вниз. Это, конечно, некомфортно. Это говорит нам в пользу шартов. Однако, я обращаю ваше внимание на вот эту вот наторговочку, на эту вот ложную шпильочку такую. Пока мы ниже нее не прошли, говорить о продажах не приходится. Итого, здесь мы с вами видим, что вот там начинается кластерочек, вот он заканчивается, да, этот кластерочек. Поэтому отметочку диапазон цен на 1.3180, 1.3099 мы считаем с вами за поддержкой. К сожалению, это очень широкий диапазон. И просто так входить от него с лимитного ордера не имеет никакого смысла. Тем более, что наша цель может быть всего лишь 1.3270, потому что здесь максимальный объем всего контракта. Я бы посоветовал сделать следующим образом. Если цена пойдет, скажем так, вниз, поискать здесь кластера, паттерны, все что угодно, что бы позволило бы вам, ну, увидеть инициативу покупателей, что позволило бы вам уменьшить возможный стоп. Вот, и если у вас получится купить, то сидим до цели только 1.3270. Ну, а более уже глобально я бы смотрел в ванги по данному инструменту, если бы увидели 1.3315, то есть обновление хая. Еще хочется отметить про рыночный сантимент, про то, что здесь под вчерашним минимумом, даже немножечко выше стоят заявки на продажу. Это могут быть вполне стопы, потому что открытый интерес, вернее, позиции, да, вот здесь везде нарастали за вчера, то есть на любом падении люди откупали и прятали свои стопы под минимумом, сначала под этот, и получили здесь по соплям, потом под этот и получили здесь по соплям. И это тоже фактическое движение, потому что мы с вами видим, как на каждом обновлении минимума у нас есть отрицательная дельта, которая говорит о преобладании заявок типа Market Sell, которые могут вполне являться заявки типа Stop Order от предыдущих покупок. Доллар, канадский доллар. Здесь, в принципе, ничего не изменилось. Здесь наша с вами идея поработать на чужих стопах, да, спрятанной под, которым вполне вероятно спрятанной под 1.32.48, она остается. Хотя, учитывая общий фон, общий фон евро, общий фон фунта, да, движение вверх нифига мы не исключаем. Поэтому то, что мы можем там на чужих стопах прокатиться, это, конечно же, не относится своего рода к прогнозированию рынка. Это просто чистое исполнение ордеров, да, чистое сведение. И на этом мы пытаемся заработать. Однако я бы посоветовал объем в этой сделке также уменьшить, потому что, ну, реализация может не состояться как таковой. Ну, а так в целом даже объемы смотреть нет никакого смысла. И вы видите сами, что ATAR вчера был отратительный, просто поторговались. Если мы с вами обратимся к открытому интересу, вернее, к изменению открытого интереса, конечно, мы его не увидим за вчерашний день по данному инструменту, но канадский доллар доллар в целом за понедельник, я почти уверен, что открытого интереса, ну, шибко-таки и не наросло у нас. И это тоже факт. Ну, нет, вообще-то, да, за понедельник наросло. Но это данные за понедельник, а вот данные за вчерашний день мы еще увидим нескоро. Кто увидит, посмотрите. Я почти уверен, что здесь открытого интереса у нас мало. Итого, идея точно такая же. Ждем инициативы вниз. Если она будет, будем шортить на пробои. Будем заработать на чужих стопах. После этого отката можно будет продавать. Ну и цели 31.75, 31.40. Однако этой цели, так сказать, призрачные. Вот, ввиду того, что у нас тут есть. Доллар и японская иена. Хотелось бы отметить тот факт, что... Ну, это у нас идея с вчерашнего торгового стрима была. То есть, очень реальная идея. То есть, обновили мы хай, откатили. Не обновили мы минимум. То есть, в принципе, люди, которые знают, как торговать по моим тактикам, наверняка должны были воспользоваться этой идеей. Сработали как надо. Что здесь хочется сказать? Честно говоря, у нас тут флэтовая ситуация. И у нас есть сопротивление, у нас есть поддержка. Если мы с вами вернемся к фичу на доллар и японской иена, то мы увидим примерно точно такую же картину. Вот у нас сопротивление, вот у нас поддержка, вот у нас ядро контракта. Все это новый наш контракт. И пока по нему мы, собственно говоря, работаем. Сейчас прошли мы вроде бы вот этот объемчик. То есть, движение вниз для нас с вами приоритетное. Для тех, кто хочет поторговать по данному инструменту, я думаю, что надо будет работать именно в ланге. Ой, я все удалил совсем. Ну ладно. И в ланге приступать, ну вот примерно хотя бы с этого объемчика, цена которого 109.72. И стоп можно будет прятать под вчерашний минимум. Это как идея, знаете, для интродэя, для тех уж, кого сильно хочешь поторговать. Я такую идею использовать не буду. Тут уж сами на свой, как говорится, страх и риск. Австралийский доллар. Доллар ровным счетом тоже ничего. Постепенно, помаленьку спускается вниз. Движение вниз для нас, как бы мы говорили, что основное. Ну и видите в то же самое время, что оно не такое уж и какое-то импульсное и так далее, и так далее. Спустились мы таки к поддержке 073.80, 073.45. И да, можно вроде бы от нее покупать и с целью до 073.45. Однако я бы предостерег вас по той же самой причине, что открытый интерес даже за понедельник, как видите, он уменьшается. Объемы торгов, ну в целом здесь особо-то не изменились. Однако по вторичному, по большому счету, тут и объемов больших никогда не было на бирже 7. Но тем не менее, можно откупать. Однако знаете, что это будет сделка, так сказать, в долгую. И вряд ли там что-то у нас произойдет интересное. Хотя, почему нет интродэйной идеи в торговом стриме, можно будет поработать. Золото вчера обновило минимум. И мы с вами говорили, что не должны вроде бы пройти вот этот шпилечку. Говорили, что это скорее всего ложный пробой. И готовились к покупкам после вот этого обновления. Этого обновления не случилось. А вот, в принципе, почему важно следить за тем, как действует цена сразу же после какого-то предполагаемого ложного пробоя. Что делаем дальше? Фактически у нас здесь движение вниз, это для нас с вами основное. Были объемчики инициативы, объемчики инициативы, объемчики инициативы. Ничего, собственно говоря, не изменилось. Все по структуре, все как надо. Смотрим фьючер и видим с вами, что все объемы у нас примерно находятся здесь, которые давали инициативу с обновлением. Это раз. И во-вторых, вот у нас вот эта фигня, которая, скажем так, будет для нас с вами крайней. У нее даже есть такой очень интересный кластерок, с которого в теории можно было бы шортить и вот зашортить примерно здесь. Это сейчас мы с вами видим постфактум, что есть хорошая точка входа, но в реальности мы и так среагировать не смогли. Однако структура вниз сохраняется и примерно с диапазона 1263-1270 можно пробовать шортить. Также предлагаю искать здесь какие-то паттерны, потому что на самом деле это очень много, порядка 7,5 долларов. Стоп это много. К тому же наша цель первая и самая очевидная, это не обновление минимума, а вот приход вот в эту поддержку, то есть 1257. А это значит, что где-то здесь только лишь продав, вот с таким стопом, таким тейком мы имеем право работать с точки зрения соотношения лосс профита. Цель, которая, так сказать, более позиционная, это 1246, она из истории, скажем так, там была определенная наторговка. Открытого интереса, скорее всего, там нету, но в принципе он там может появиться. Нефть марки WTI сделала ровным счетом то, что мы от нее ждали. Здесь у нас все ловко получилось, потому что у нас был объемчик, у нас была инициатива, мы говорили, что можно откупать и прятать 100% за объем, и в принципе мы рванули вверх. И закрылись входня, и по большому счету должны с вами говорить о том, что движение вверх у нас с вами приоритетное, и покупать можно сейчас, потому что мы закрылись входня, но я бы вас от этого предостерег. Потому что остановившись здесь, мы с вами остановились вот у этой наторговочке. Она у нас на старом контракте, то есть ее здесь нету. Как видите, да, объема здесь нету, это контракт новый. И в этом новом контракте все объемы находятся внизу, то есть и здесь, и здесь. Поэтому движение вверх для нас как бы приоритетное, и вот эту вот всю байду мы можем пролететь даже без остановки. Но все равно ссыкотно, все равно хочется какой-то более-менее уверенных сделок, поэтому я предлагаю ждать и работать только лишь с отката. Откат ждать именно вот этот баланс, который у нас присутствует, и начинать вот с именно этого кластера, который начинается по цене 69-35, заканчивать вот это вот шпильчика, который заканчивается 67-68. То есть туда откат, там откупаем, цели наши это 70-68, то есть где мы сейчас в принципе стоим, почему нет, если мы купим от поинтов контроля с таким стопом и вот с таким тейком, это уже будет больше чем 1 к 1. Ну, либо 71-90 наша цель, это вот этот вот маленький-маленький шпиль. Можем ли пролететь вверх, как уже говорил ранее, безусловно можем. Вот, и в принципе таки все. Все, не в марке Brent, сделала примерно то же самое, что и все остальное, однако здесь мы приехали в сопротивление, которое наторговали ранее. Напоминаю, что это объем, который торгуется на бирже Московской, а до конца жизни этого фьючерса на самом деле осталось совсем недолго. Раз, два, три, три торговых дня первого числа, а точнее даже второго июля данный контракт будет экспирироваться. Поэтому основная задача здесь для нас, вернее даже для нее, это обновить хай, обновить 7034, закрепиться там и уже снова контракты, я думаю, можно будет откупать данный инструмент. Пока забор, пока лучше из нефти выбирать только лишь WTI. Ну, а так, в принципе, люди, которые не торгуют на Москве, а торгуют ту же самую нефть, но при этом Brent, при этом CFD, вернее, да, тогда вот для вас, ребята, я вам скажу, что поробой отметки 77 для нас будет с вами признательно того, что мы можем двигаться, собственно говоря, вверх. Фьючерс на доллар-рубль, хочется отметить, что внизу наторговались очень интересные, и объем, который был здесь, он стал максимальный. Я не говорю, что мы обязательно развернулись, я говорю о том, что мы можем развернуться, есть признаки, да, то есть у нас есть, возможно, были продавцы, и вполне возможно, что они могли перевернуться. Так это или не так, я не знаю, но если мы окажемся ниже, чем 63-180, тогда шарты также остаются в приоритете, как и сейчас, вот, ну, а я, честно говоря, больше склонен к тому, что мы рванем туда вверх, обновим 64-570, и только после этого буду откупать. Для людей, которые жаждут просто лишь поторговать, если уж и делать чего-то, то можно, в принципе, купить со стопом, расположенным за минимум от вчера, от 25-го числа, от понедельника, да, то есть под 63-180, ну, с целями хотя бы куда-то сюда. Почему я говорю, что откупать, потому что вот у нас такие есть угарные, классные индикаторы от платформы АТАС, которые говорят о том, что вот здесь, тут на самом-самом хайушке вырос открытый интерес, да не просто открытый интерес, а открытый интерес именно покупателя, то есть в данном моменте мы с вами можем говорить о том, что участники рынка, которые покупают, они больше заинтересованы в рост цене, потому что вкладывают туда деньги и прочее, прочее. Как это будет все реализовываться дальше, посмотрим, но как идея, на мой взгляд, вполне резонна. Фьючерс на индекс РТС, здесь такого нету, здесь шартисты сильно-таки не продают, никуда не залазят и наша с вами идея, она остается точно такая же, мы с вами ждем какого-то уверенного выхода либо вверх, либо вниз, 111, 250 и 108, 400. Я жду вниз, потому что доллар-рубль жду вверх, но я не говорю, что это обязательно произойдет, это лишь мои фактически ожидания, которые могут меня в какой-то степени обманывать, а так скорее флетовые ситуации, честно говоря, здесь особо ничего не приходится делать. S&P 500, ситуация такая некомфортная, но в каком плане, мы с вами говорили о том, что вроде бы движение вниз есть, вроде бы вот это вот у нас достаточно большая торговочка и движение вниз для нас с вами очевидно, движение вниз для нас с вами приоритетное, но нифига, да. Американцы торговались, торговались с открытия, в общем, наторговали объем, ничего интересного здесь не нарисовали и в общем-таки прошли мы вверх, о чем нам, что нам говорит о слабости тенденции. Однако, если мы с вами посмотрим более-менее глобально, то увидим, что весь объем в этой нашей предполагаемой тенденции пока находится наверху, как не крутить те, то есть движение вниз для нас с вами основное. Но и поторговать, да, идея для смелых, это поторговать на контртренде. Сделать это можно примерно вот от этого объемчика, обращающего внимание, что здесь, да, на вчера наторгован очень хорошо, то есть здесь вполне возможно открытый интерес покупателя, который давал инициативу, поэтому при тесте цены там 2726 можно пробовать откупать. Ну, ребят, цели совсем очень консервативные, это 2743 вот до этих кластеров, да, либо 2754 с половиной до вот этих вот кластеров. И надо понимать, что эта идея контртрендовая отсюда, значит, что вероятность положительного исхода не такая уж и большая. DAX, что касается здесь торговых идей, ну, идеи здесь целых три, как видите, да, мы провалились вниз. Меня, честно говоря, немножечко настораживает то, как было вчера на закрытии Европы. Это по отрицательной дельте видно, это видно по вообще в целом объему, но это может быть просто следствием закрытия позиций открытых ранее. Поэтому идея самая консервативная, это дождаться проявления инициативы дальше вниз, то есть движение вниз под 12.170 на откате пробовать шорт и шортить. Идея менее консервативная, это попробовать взять тест и продать объемчик 12303-13358 от вот этих вот кластеров, предполагая, что весь вот этот объем, это объем продавца, да. И идея совсем уж такая не очень комфортная, но вполне вероятна на реализацию. Это смена инициативы, то есть пробои отмечки 12358 после этого откупать, но это будет уже контртренд, контртренд примерно точно так же выглядеть, как и выглядит это на индексе S&P500. Можно по фьючупу Сбербанку разбор сделать, Денис Рудиков спрашивает, к сожалению, нет. Сбербанк мы с вами как-то смотрели одно время, пришли к выводу, что он нам в принципе здесь не интересен. На этом, коллеги, все, большое спасибо за внимание, ставьте лайки, кто до сих пор этого не сделал, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы знать о публикации каждого нового видео на нашем канале. И встречаемся с вами в торговом стриме, ну а утренний брифинг уже завтра без опозданий. Всем пока, хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok